Дачный сезон Организован в этих новых реалиях, в новых условиях, в которых мы с вами все вместе проживаем. Для этого чуть позже я к разговору приглашу руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Герфанова Марата Нилевича, но перед этим я расскажу о текущей ситуации и о последних новостях. Уважаемые альметьевцы, действительно много вопросов по-прежнему поступает от вас по поводу того, как можно перемещаться по городу. Многие спрашивают, как долго продлится режим самоизоляции и так далее. Я хочу напомнить о том, что во всем мире сегодня складывается действительно непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. У нас в России, как вы видите из официальных цифр, ежедневно идет прирост количества официально подтвержденных диагнозов коронавируса. И в первую очередь эти диагнозы распространяются на Москву и на Московскую область. По этой причине с 30 марта на территории Республики Татарстан решением Кабинета Министров введен особый режим, предусматривающий максимальную самоизоляцию и максимальное разобщение контактов населения. Это единственный и наиболее эффективный способ, принятый во всем мире, для того, чтобы противостоять распространению этой страшной инфекции. Уважаемые альмитцы, я понимаю, что многие из вас устали. Многие ожидали, что это продлится 5 дней, неделю, 2 недели. Но сегодня ситуация такова, что пока об облегчении режима, об упрощении правил перемещения и так далее, к сожалению, речь не стоит. К сожалению, мы пока еще только ожидаем увеличения опасности и принимаемые сегодня меры, они действительно достаточно эффективны. Об этом говорит в частности снижение общей заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. Вот сегодня управление Роспотребнадзора мне докладывало о том, что у нас по сравнению с 2019 годом в апреле снижено на 35,4% количество заболевших у РВИ, в том числе детей. И вообще эпид-порог у нас ниже в 2,8 раза. То есть вот эта вот самоизоляция, которую сегодня мы с вами применяем с начала апреля, она дает ощутимый эффект. Мы видим, что сегодня у нас значительно снизилось количество у РВИ, соответственно, это говорит о том, что если мы продолжим в том же духе, то наверняка нам удастся сдержать распространение коронавируса у нас на территории Альметьска. Но опасность пока еще не миновала. По поводу сроков. В решении правительства сказано с 30 марта и до нормализации ситуации. Поэтому конкретно говорить вам про сроки мне пока достаточно трудно, но я понимаю, что этой неделе и следующая минимум мы однозначно будем жить вот в таком режиме самоизоляции. И я очень прошу вас сохранять спокойствие, набраться терпения. Это нужно для безопасности нас с вами и наших окружающих, родных и близких. Пожалуйста, давайте этого придерживаться. Я напоминаю, что все лица старше 65 лет обязательно должны оставаться дома. Исключением является только угроз жизни и здоровью. Уважаемые старшие поколения, пожалуйста, оставайтесь дома, несмотря на то, что понимаю, что сегодня уже хочется выйти из дома, хочется куда-то поехать. Но вы особая группа риска, поэтому нам очень важно, чтобы вы были дома и сохраняли свое здоровье. Все остальные могут покидать свои дома для того, чтобы перемещаться на работу, если у вас не организован дистанционный режим работы, либо вы не находитесь там на удаленке. Для этого нужны справки от работодателя. Справки от работодателя выдаются самим работодателем по установленным кабинетом министра в форме. Но эта справка, она дается только для того, чтобы перемещаться по рабочим нуждам. То есть ездить на работу, с работы или куда-то по рабочим нуждам. Все остальные варианты перемещения вы можете использовать только смс-пропуска или пропуска, оформляемые через портал covid19.tatarstan.ru. Я знаю, что многие вопросы сейчас связаны по-прежнему с смс-ками. Люди уточняют, а как быть, если, допустим, ну, мне надо вот там поехать в Башкирию и так далее. На самом деле, если посмотреть внимательно на все правила и основания, то до Башкирии доехать тоже можно. Есть, например, пункт изменения места проживания. Один раз в три дня можно получить разрешение длительностью шесть часов. Шесть часов достаточно для того, чтобы от одного, от Альметьевска доехать до любой точки Татарстана. И выехать за ее пределы, в принципе. Значит, по поводу смс и вариантов перемещения. Я сейчас не буду зачитывать все десять пунктов и оснований. Я вижу от вас вопросы в директ. Вы говорите, что сервис смс иногда дает сбой. Мы все эти вопросы, которые, значит, вы присылаете, мы обязательно их обобщаем и передаем в Минцифры Республики Татарстан. Вопросы работы сервиса занимаются коллеги из Минцифры. И, соответственно, я прошу вас дождаться терпения. Обязательно я уверен, что это будет исправлено и сервис начнет действительно эффективно работать. Значит, по поводу выездов на дачу. Сегодня мы об этом подробно и поговорим. Многие из вас пишут свои личные примеры о том, что количество выездов на дачу уменьшили до двух в неделю. Всего можно отправить четыре смс длительностью два часа. И для вас, для многих, вы пишете, что это большая проблема. Ну, я понимаю прекрасно, в каждом конкретном случае есть, наверное, такие сложности. К сожалению, пока такое решение на уровне республики принято. Оно пока не меняется. Я скажу вам честно, я разговаривал с республиканским штабом, донес до них ваши вопросы, донес до них ваши предложения о том, что некоторые из вас хотят каждый день на дачу ездить. Но, с одной стороны, нам очень важно обеспечить все-таки самоизоляцию. И ежедневное перемещение – это не самый лучший вариант для того, чтобы перемещаться за пределы города и обратно каждый день. При этом, конечно же, мы стараемся донести вот эти ваши проблемы до руководства республики. Я об этом говорил сегодня с республиканским штабом. Будем обсуждать это сегодня, завтра. И, возможно, какие-то корректировки, изменения будут происходить в ближайшее время, о чем вы, соответственно, очень оперативно будете узнавать. По поводу парикмахерских. Вопрос вижу в директ. Да, информация была. Вопрос по поручению президента по-прежнему прорабатывается. Официального документа пока нет. И проекта тоже пока не существует. Если будет решение принято, то мы с вами вам об этом сразу же сообщим уже в ближайшее время. И, соответственно, я думаю, что на ближайшем эфире мы сообщим какие-то новости, которые будут по этому поводу появляться. Парикмахерские пока не работают. Значит, по общественному транспорту, вот вижу тоже вопрос директ. Троллейбусы работают на определенном маршруте. 20 единиц работают только утром и вечером. Для того, чтобы люди могли доехать на работу и с работы. Уважаемые эфиры, я понимаю, что вы сейчас с каждым днем будете все больше вопросов задавать о возвращении к нормальной жизни, так скажем, к обычной жизни. Это возобновление работы общественного транспорта, возобновление работы всех магазинов, ресторанов. Но поймите, самоизоляция это все-таки режим, когда ограничения есть. И мы их будем пока соблюдать и будем им придерживаться. И как бы нам тяжело не было, мы, к сожалению, не сможем забыть о безопасности всех окружающих и нас с вами. И режим самоизоляции пока продолжается, ограничения соответствующие будут. Значит, по поводу самозанятых, я уже говорил, что они имеют право тоже выходить за пределы для того, чтобы заниматься своей деятельностью. Для этого нужно регистрироваться на портале COVID-19.ru, вводить свой ННН, и у вас будут появляться новые опции. Значит, по поводу последних новостей. Значит, у нас с 14-го числа действует ограничение для лиц, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга. Так как в этих территориях мы пока наблюдаем наибольшее количество подтвержденных диагнозов. Значит, за весь этот период у нас пока прибыло 9 человек из Москвы и из Питера. Ну, с каждым из них связь уже установлена, им выручены предписания. И они, при постановлении, прошу прощения, Роспотребнадзора, они сейчас находятся на домашнем карантине. Всего за весь период у нас было 1489 человек, которые прибыли из-за границы, и теперь уже Санкт-Петербурга. И Москвы. Из них 50 человек сейчас находятся на домашней самоизоляции принудительной. И 35 человек находятся на карантине, как лица, имевшие контакт непосредственно с людьми, у которых подтвержден, либо есть сомнительный диагноз по коронавирусу. Значит, все лица, прибывающие из Москвы и Петербурга, это новшества. Я обращаюсь сейчас ко всем жителям города. Если вам известно о таких лицах, пожалуйста, если это ваши друзья, знакомые, объясните им, что они в обязательном порядке должны оставаться дома. Это критически важно для безопасности всех окружающих. Если возникают какие-то вопросы или вы хотите о чем-то сообщить, то, пожалуйста, обращайтесь по телефону нашей горячей линии по 26-0101. Значит, в госпитале, в нашем, который развернут на базе онкологического диспансера, находятся сегодня 5 человек. Один человек был вчера выписан, действительно. Всего у нас по округу 4 человека сегодня числятся выздоровевшими. Это двое альмитических, один баулинский, один бугульминский. И сегодня 3 человека у нас находятся дома с предварительно сомнительными, либо подтвержденными диагнозами. И эти лица, они не имеют симптомов, соответственно, дома находятся на домашнем лечении, просто под медицинским наблюдением. Вчера мы проводили прямой эфир с начальником управления здравообразования альмитическим. Мы рассказали подробно о том, как будет заканчиваться режим... Значит, учебный год, прошу прощения. Еще раз напомню, ВПР перенесен на следующий учебный год. ЕГЭ и экзамен после 9 класса мы сдаем в обычном режиме. Формат до конца пока еще прорабатывается. Сроки учебного года аналогичные те же. Выпускные пока предполагается, что мы либо будем переносить, либо отменять. Значит, по санитарной обработке. Спасибо большое нашим волонтерам, добровольцам и особенно компании Татнефть, которая снабжает нас сегодня реагентами. Работы продолжаются. Мы видим этих желтых человечков, как их уже начали называть, или там миньонами. Ребята действительно работают в непростых условиях. 30-килограммовый ранец за спиной, душный костюм. Но эта работа нужна, уважаемые альметьцы. Она будет продолжена. Ну и, соответственно, мы надеемся, что эти все меры, они дадут действительно большой эффект. Но еще раз повторю. Уважаемые альметьцы, очень важно, чтобы вы оставались дома. Сейчас я вижу ваше настроение по вашим вопросам. Вы начинаете спрашивать про то, когда же начнет работать транспорт, когда можно будет там перемещаться, куда хочу, когда будут работать магазины. До того, как у нас не снимется угроза, будет сохраняться режим самоизоляции. И эти меры и ограничения мы вынуждены будем применять и использовать. Уважаемые альметьцы, надо набраться терпения. Это важно для того, чтобы у нас было как можно меньше заболевших и как можно был меньше риск распространения инфекции. Значит, по поводу 9 мая было много вопросов в Директ. 9 мая, вы знаете, что вчера было объявлено уже президентом страны, переносится празднование. Дата пока не определена. 9 числа мы все остаемся дома, смотрим парад по телевизору. Ну и, соответственно, участвуем в онлайн-акциях всевозможных. Мы запланируем только точечное открытие монумента Павшим Воинам, где у нас Вечный Огонь в Центральном парке. Но там не будет участников практически, там буквально единицы мы его откроем. Ну и, соответственно, будет возложение только венков к монументам у нас на местах. Храмы закрыты сейчас для посещения. Уважаемые альметьевцы, в ночь Пасхи с субботы на воскресенье будет осуществляться трансляция по телевизору и по социальным сетям. Пожалуйста, оставайтесь дома. Храмы, еще раз повторяю, будут закрыты. Посещение храмов небезопасно для вас в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Это вынужденная мера, вынужденное решение, которое было принято. Так, вопрос. Некоторые спрашивают про меня лично. Значит, как я сам себя чувствую? И нет ли у меня температуры? Температуры нет. Чувствую себя хорошо, даже отлично. Иногда абсолютно боевое настроение. Готов дальше работать и делать необходимые вещи сегодня. Надеюсь, что эти вещи, они действительно будут эффективны для того, чтобы мы с командой могли защитить вас от распространения инфекции. Но это, опять-таки, в первую очередь зависит от нас с вами, как мы будем соблюдать режим самоизоляции. Значит, было несколько вопросов по медицинской теме. Значит, у меня просьба следующая. Вот там вопросы возникают по поводу посещения с целью химиотерапии и так далее. Давайте так. Пишите в директ. Ваши вопросы мы будем брать... Значит, мы будем брать на контроль. И по каждому конкретно персонально вопросы будем отрабатывать. Вчера мне вот написала и сегодня мама, молодая мама ребенка одного, который находится в непростой ситуации. Зовут ее Марина. Марина, уважаемая, я проблему вашу знаю, ее подробно изучил, держу ее на личном контроле. И все проблемы, которые сегодня у вас возникают в связи со всей этой ситуацией, в которой вы оказались, мы обязательно будем решать. Я буду решать. Я уже соответствующее поручение дал. Пожалуйста, не беспокойтесь. Все, что от нас зависит, все, что зависит от нашей медицины, от медицины Республики Татарстан, мы обязательно сделаем. Дай Бог вам здоровья и, самое главное, вашему ребенку пережить эту непростую ситуацию. Ну и, соответственно, жить дальше и наслаждаться жизнью. Значит, теперь я хочу перейти уже к теме сегодняшнего нашего обсуждения. Значит, по поводу перемещения на даче. Для этого я попрошу подключиться Маратнеевича Герфанова, руководителя исполкома района. Мы с ним расскажем о том, как будет организован в этом году дачный сезон. Маратнеевич, пожалуйста, я прошу вас подключаться. Добрый день. Еще раз. Дорогие альмейцы, Маратнеевич Герфанов. Поговорим сегодня про дачный сезон. Он действительно стартует. Значит, первое, значит, Маратнеевич, по поводу, я сам расскажу про вариант выезда на дачу. Я повторюсь о том, что на дачу сегодня можно выезжать пока только два раза в неделю. Значит, у нас, соответственно, действует формат смс-пропуска через номер 2590. Значит, можно выбрать цель номер 6, выезд на дачу. И для этого доступно всего 4 смс-ки в неделю, которые длится каждые по 2 часа. Я много получил от вас вопросов о том, что этого мало, о том, что вы хотите ездить каждый день. Эту информацию я уже передал в центральный штаб республиканский. Мы с коллегами обсуждаем эту проблему. Однако, все-таки, надо понимать, что есть ограничения официальные. И вот так вот огульно давать пользоваться смс-ками, к сожалению, ограничение было введено из-за того, что многие не для целей дачи реально, а просто начали каждый день оформлять эту смс-ку и ездить, куда им вздумается. Ну, дорогие альмейцы, поймите, вот эти ограничения, они делаются именно для того, чтобы защитить нас с вами от распространения инфекции. Поэтому по смс-кам ситуация пока такая. Если будут какие-то изменения, я до вас это обязательно доведу. Значит, Мартин Ильич, вопрос, который многие задают, это по поводу сезонных рейсовых маршрутов. Значит, расскажите, пожалуйста, о том, как у нас будет организована перевозка на даче, какие будут маршруты и какое будет расписание. Добрый день, уважаемый альмейцы, Тимур Дмитриевич. Как вы правильно сказали, мы продолжаем с дачным сезоном. Традиционно муниципалитет не заключен муниципальный контракт с перевозчиком АПАД на осуществление садовоческих маршрутов. У нас их последние годы одни и те же. Это три маршрута основные. Первые пять сады осуществляют перевозку от автовокзала до Шкурского перекрестка. И обратно до автовокзала четыре рейса в день по вторникам, четвергам и субботам. Рейс шесть сады осуществляет перевозку от автовокзала до базы ДЗП и далее по маршруту с возвратом до автовокзала. Он двигается три раза в день, также три раза в неделю, это среда, суббота, воскресенье. И маршрут 7С осуществляет свою перевозку по четвергам, субботам и воскресеньям четыре раза в день от остановки радиоприбор и также до торгово-закупочной базы по тем садам, которые находятся в том районе, это Южный, Дружба и Ромашка. Основные три маршрута будут работать с 1 мая по муниципальному контракту до 1 октября. Традиционно основными пользователями у нас были те, кто владеет едиными социальными проездными билетами, но с учетом текущей ситуации мы ожидаем, что пользователей, и мы видим, что пользователей стало намного меньше по ЕСПБ. Соответственно, скорее всего, это будут платные проезды, а проезд сегодня, напомню, 22 рубля по наличному расчету, 20 рублей по безналичному расчету. Стандартные стоимости, которые действуют на городских маршрутах. В рамках таких условий сегодня заключен муниципальный контракт с перевозчиком. С какого числа мы планировали начать перевозку, Маратнеевич? 1 мая по 1 октября. Хорошо. Маратнеевич, учитывая эту ситуацию, мы сегодня с вами уже обсуждали форматы и работу. Я вижу все-таки в директе, конечно, разные мнения, но я думаю, что все-таки есть люди, которым действительно на дачу поехать сегодня важно и нужно, несмотря на все ограничения, они могут это сделать сегодня два раза в неделю. Поэтому у меня большая просьба, давайте мы маршрут откроем уже с завтрашнего дня, с субботы. Я сейчас прошу с транспортниками этот вопрос максимально оперативно отработать. И завтра уже, чтобы у нас начали работать дачные маршруты. И учитывая ситуацию, учитывая, что все-таки у нас, то есть нужно покупать был ЕСПБ для того, чтобы льготно пользоваться вот этими маршрутами. ЕСПБ сегодня особо не покупает, потому что общественный транспорт эксплуатируется очень мало. Значит, давайте мы сделаем следующим образом. Я прошу тоже подготовить все документы для того, чтобы мы сделали на период самоизоляции, как минимум, проезд на дачных маршрутах абсолютно бесплатный для всех. Я думаю, что это вполне доступно, возможно, именно по дачам это сделать, но маршруты должны быть именно дачные, и чтобы им параллельно никто не пользовался. Хорошо, мы подготовим расписание, разместим тоже на ресурсе Almed Stop Coronavirus с графиками движения по тому, что было говорено. Хорошо. Я понял, есть информация, Тимур Дмитриевич, также по торговым точкам, которые реализуют свои товары для садоводческих услуг, как вы знаете, она необходима, мы могли бы тоже их привезти. Да, Марат Викторович, у меня есть просьба, говорить чуть ближе к микрофону, потому что я уже максимально прибавил звук у себя, вас все равно достаточно плохо слышно. Да, вопрос есть по поводу того, там, продается, не продается, садовый инвентарь, где купить, сезон начинается, действительно, пожалуйста, расскажите об этом. Да, как вы знаете, у нас сегодня действуют ограничения, в принципе, по рыжим торговле, здесь включение продуктов питания и аптек. Правительство Республики вынесло постановление 252-го от 3-го апреля о поддержке, собственно, направления садоводства, в котором были внесены разрешающие мероприятия по реализации товаров. Я дословно зачитываю постановление семян растений, луковиц, клубни и корней, отростков, саженцев, рассады растений, удобрения, грунта и товаров для ведения садоводства. На площадях, на магазинах, площадью менее 100 квадратных метров. Это информация, в том числе, и для бизнеса Альметьевского, который сегодня действует. По нашему анализу, сегодня на территории города у нас действует 17 точек, которые открыты ежедневно, вот площадью менее 100 квадратных метров. Плюс наши гиперы работают на доставку. Информацию по точкам, которые действуют в рамках этих разрешенных документов, мы также предоставим и разместим на ресурсы Альметьстопкоронавирус. Собственно говоря, это те ресурсы, те магазины, которые могут сегодня реализовывать товары для ведения садоводства. Ну, в общем, говоря проще, все магазины, которые торгуют товарами для садоводов до 100 квадратных метров у нас сегодня открыты, они работают. Значит, крупные магазины, они работают в формате доставки и в формате самовывоза. Торговый зал и там работа приостановлена. Хорошо. Тут вопрос я смотрю. Да, и Марат Нильевич, просьба, скажите, пожалуйста, номер телефона, вот поступил вопрос тоже буквально недавно. В связи с самоизоляцией, ограничением посещения, на какой адрес электронной почты или иной способ связи и коммуникации можно направить запрос на согласование по разработке проекта земельного участка? Спасибо. У нас отделы архитектуры, палаты земельных и имущественных отношений работают практически в штатном режиме. Единственное, они соблюдают санитарный режим. Значит, пожалуйста, сообщите, каким образом с ними можно связаться и подать заявку. Ну, наша почта исполнителю комитета almat-tatar.ru, на этот адрес принимаются официальные заявки, в том числе будут в дальнейшем направляться для рассмотрения органов архитектуры и баланса земельных и имущественных отношений. Он адрес единый, все входящие, собственно говоря, на него принимаются. almat.ru. Спасибо. Значит, здесь вот есть вопрос, да, очень правильное замечание по поводу старше 65 лет. Есть одна оговорка. Дачи действительно можно сегодня посещать, но можно их посещать всем, кто младше 65 лет. Уважаемые альметьевцы, лица старше 65 лет не могут и не должны сегодня выходить из дома. Делать это можно только при наличии угроз жизни и здоровья. Поэтому, если у вас действительно, вы младше 65 лет, пожалуйста, пользуйтесь сегодня бесплатными автобусами и можете посещать свои дачи. Лица старше 65 лет, ну, я вам либо рекомендую все-таки переехать на дачу, если у вас такое большое желание имеется сегодня. Это можно сделать локально, разово и так далее. Но с очень большой осторожностью и не пользоваться ни в коем случае общественным транспортом все-таки, потому что вы особая группа риска. Либо все-таки воздержаться пока и охотиться у себя дома. Это очень важно. Уважаемые альметьевцы, Ну, вопросы поступают там по поводу, некоторые так достаточно агрессивно пишут по поводу того, на каком основании я перемещаюсь по городу. Хорошо, на следующий эфир я подробно расскажу, чтобы сейчас время не занимать, на каком основании я и все мои сотрудники исполнительного комитета и совет района попадают на работу. Мы соблюдаем абсолютно все правила, но, к сожалению, сегодня мы в этой ситуации, почему, то есть мы соблюдаем все правила, мы вынуждены, к сожалению, находиться на рабочих местах для того, чтобы отсюда уже координировать работу всех служб. Удаленка в нашей ситуации, к сожалению, невозможна. Хотя, на самом деле, многие сотрудники у нас переведены на удаленный режим, работает в очном режиме только руководящий состав. Значит, уважаемые альметьцы, я благодарю вас за сегодняшний эфир. По поводу, да, вопрос был по поводу СМС. Если ездишь на автобусе, да, конечно, на автобусе СМС тоже нужно будет. То есть это ограничение, оно действует на всех. Неважно, на чем вы перемещаетесь на дачу. Вы едете на общественном транспорте, на специальном автобусе, на такси, либо на собственной машине, либо на велосипеде. Вы на чем угодно перемещаясь, сегодня должны иметь соответствующие основания. Дорогие альметьцы, я благодарен вам за сегодняшний эфир. Марат Нельс, спасибо за ответы на вопросы. Я прошу, значит, еще раз с завтрашнего дня запустить уже маршруты и подготовить документы для того, чтобы на период самоизоляции этот проезд у нас сегодня был бесплатный. Я думаю, что это будут нужные и эффективные меры для наших альметьцев. Альметьцы, увидимся с вами, я думаю, что уже после выходных. В выходные у нас впереди предстоят два дня, но я надеюсь, что все-таки большинство из вас останется дома, и вы будете максимально придерживаться режима самоизоляции. Я прошу вас об этом, это очень важно для каждого из вас и для нас, для общей безопасности города в целом. Увидимся с вами, я думаю, что в понедельник, об этом я отдельно сообщу еще в своем в сториз инстаграм. Но если есть вопросы, продолжайте, пожалуйста, в том же духе, пишите активно, и мы также активно будем их разгребать, отвечать на них и решать ваши проблемы. Спасибо, всем хороших выходных и самое главное здоровья. Берегите себя, до свидания. Продолжение следует...